Книга открытым оком. Вопрос 489. Женщинам нельзя носить мужскую одежду. Второзаконие 22.5. Над женщиной не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок перед Господа Богом твоим всякий делающийся. А обувь можно? Например, кирзовые сапоги. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Очевидно, обувь мужская и женская не отличались, как сибирские валенки, и не подчеркивали принадлежность к полу. Если головной убор столь различен, платок, шапка, то запрет касается и головного убора. Если сегодня большая часть женской обуви на высоких каблуках и в обтяжку, надо полагать, что это не кирзовые сапоги, не мужская обувь, и носящий такую обувь, может получить название иное. Исайя 3 глава 16 по 23 стих. И сказал Господь Бог. И сказал Господь. За то, что дочери Сионы надменные и ходят, подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавой поступью и гремят цепочками на ногах. А галит Господь теми дочерей Сионы и обнажит Господь с храмоту их. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах и звездочки, и луночки, и серьги, и ожерелья, и опахало, и увяслые запястья, и пояса, и сосудцы с духами, и привиски волшебные, и перстни, и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, и платки, и кошельки, светлые тонкие, и панчи, и повязки, и покрывала. И будет вместо благовония зловония, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос плешь, и вместо широкой епанчи узкое вретище, и вместо красоты клеймо. Если есть характерные отличия в одежде, в обе у мужчины и женщины, значит мужчина не должен обуваться как женщина.